Приветствую! В эфире Вымпел. Здесь ты по традиции сможешь узнать все самое интересное и актуальное из мира. Настолок, кино, комиксов, видеоигр, ну и прочих сфер гиковской индустрии. Смотри сегодня в выпуске! Очень воинственные гномы, музыкальный тур на просторах Азерота, потенциальный хит отечественного игростроя, Тайны Черной Вдовы и продолжение эпопеи о зверьках из Аверделла. По традиции наша программа начинается с блока новостей. Студия Creative Assembly спустя несколько месяцев затишья опубликовала трейлер, посвященный новой фракции. Под рокот тяжелых орудий и хохот клыкастых пастей в Total War Warhammer 3 прибывают долгожданные гномы хаоса. Анонсирующий ролик и 22 минуты геймплея продемонстрировали сводчатые залы сталилитейных мастерских, оружейные подземелья, грозные осадные машины и разномастное смертоносное воинство, ведомое в бой по темной воле гномов хаоса. Словом, если кто-нибудь когда-нибудь задавался вопросом, как выглядели бы гномы, примкнувшие к Саурону, ну что ж, этот трейлер наглядно демонстрирует ответ на этот вопрос. Выжженная земля, пугающие машины и воинство гоблинов, орков и гномов плечом к плечу, вооруженных по последнему слову техники. Отличный повод вернуться в игру 13 апреля вместе с релизом дополнения. Дополнение для другой фэнтезийной игры Hearthstone тоже затронет тему металла и далеких земель. Ведь новый аддон будет посвящен музыкальному фестивалю. Расширение коллекционок карточной игры под названием Фестиваль Легенд предложит геймерам провести масштабный концерт и победить всех противников, вооружившись музыкальными инструментами и убийственно-обворожительным пением. Дополнение добавит в игру 145 карт и ряд новых механик. К примеру, финал будет полезен игрокам, если карты с этим свойством будут разыграны на остатки маны. Ну а солисты, ожидаемо, лучше сражаются, находясь на поле в гордом одиночестве. К радости жрецов и, поверьте разочарованию всех остальных классов, с новым дополнением в игре появится механика сверхисцеления, приносящая пользу каждый раз, как существо будет исцелено больше, чем позволяет его здоровье. И все классы с релизом фестиваля Легенд обзаведутся легендарным уникальным оружием и индивидуальным заклинанием песней, чтобы зажечь залы по всему Азероту. Релиз дополнения в фестиваль Легенд запланирован на апрель. 1S Game Studios официально анонсировала разработку игр по вселенной сказке Старой Руси Романа Папсуева. На прошлой неделе по сети активно поползли слухи, что 1S Game Studios уже ведет активную разработку игры по вселенной сказке Старой Руси, созданной известным художником Романом Папсуевым. Информация на тот момент была скудна, однако сегодня студия опубликовала официальное подтверждение того, что альянс Романа Папсуева и 1S существует, и более того, работа ведется не просто над одним тайтлом, речь идет о создании полноценной серии игр по сеттингу. Они уже находятся на стадии прототипирования, а релиз первый из множества намечен на 2024 год. В пресс-релизе директор 1S Game Studios Альберт Жильцов сообщил «Уверен, не мы одни скучаем по тем временам, когда игры были просто играми без какой-либо дополнительной мишуры. Работа над играми во вселенной сказок — отличная возможность для студии сделать что-то новое как жанрово, так и технологически». Кроме того, Альберт добавил, что студия ищет разработчиков для создания и развития серии. Ну что ж, активное расширение — это хорошо, наглядно демонстрирует серьезность намерений 1S Studios. И, что не менее важно для фанатов, аутентичность вселенной будет на плечах Романа, ведь он выступит креативным продюсером, так как сможет лично повлиять на воспроизведение его вселенной. Ну, в каком жанре будет первая игра, пока не сообщается. Также неизвестно, на каком движке идет разработка и на каких платформах выйдет. Но, чтобы успеть к релизу в 2024 году, вряд ли стоит ожидать первый тайтл каким-то особо масштабным. Но на фоне успеха Atomic Heart нельзя не порадоваться ряду крупных и не очень крупных анонсов от отечественных студий. Как говорится, будем ждать. На этом наш оптимистично настроенный полный анонсо-блог новостей подходит к концу, а мы плавно переходим к нашей следующей рубрике — о комиксах. Сегодня в нашей рубрике, посвященной комиксам, мы поговорим о тайнах, шпионах, расследованиях и, конечно же, триллерах. Сегодня у нас — «Черная вдова». Необходимо понимать, когда мы говорим о «Черной вдове», будь то комикс, будь то кино или какая-либо арка в видеоигре, что это персонаж, связанный с русским колоритом, шпионами, с триллерами, загадками, расследованиями, поиском каких-то секретных ответов из прошлого, из настоящего, будущего. Ведь прошлое имеет свойство нас настигать самые неожиданные моменты. И этот комикс не исключение. Ключевая тема — это расследование прошлого. Расследование будет проводиться Наташей не в одиночку. Примет участие и Тони Старк, а.к. «Железный человек», гений, миллиардер, плейбой, филантроп. На огонек заглянет также и давний знакомый Баки Барнс, а.к. «Зимний солдат». То есть это, можно сказать, в некотором смысле история с примесью кроссоверов. То, на что напирали критики и поклонники MCU, когда говорили, что комиксы и кинокомиксы нужно интегрировать персонажей из других фильмов, однако не перебарщивать, чтобы они не перетягивали отъел на себя. В данном случае ключевой, отличительной чертой комикса будет в первую очередь визуал. То есть да, история здесь балансирует между экшеном и триллером с загадками и интригами, ну и, соответственно, их расследованием. В данном случае мы делаем акцент на визуал, поскольку здесь он очень необычный, этим он лично зацепил меня. Обилие теней, обилие игры с контурной обводкой. И если мы говорим о, допустим, экшн-сценах, очень много кадров, посвященных каждой из сцен. То есть это не два-три шота, позволяющих увидеть ситуацию, все подробно показано. Заигрывание с визуальными стилями, если мы уходим в ретроспективу, если мы уходим в какие-то воспоминания. Игра с цветом, игра с контурами, палитрой. То есть с точки зрения визуала здесь, огни очень контрастные, напоминают чем-то работы, посвященные Хэллбою, хоть и без излишней ломаной гротескности. По сюжету, ну, говорить здесь что-либо будет преступлением, потому что любой триллер и любая история хороши ровно до того момента, пока эта история не разгадана, пока эта история остается какой-то загадочной, таинственной. Но надо отдать должное, в рамках этого комикса здесь собрано 12 выпусков в мягком переплете. История будет рассказана, и в отличие от каких-то многочастных историй, вы покупаете эту книжку, вы ее читаете, и у вас есть очень хорошая, собственно, история на вечер. Говоря о качестве самого издания, оно в мягком переплете. Еще с первого выпуска мое отношение к мягким переплетам вы знаете, это довольно неудобно, и для коллекционера это головная боль. Но, с точки зрения эстетики, содержимое себя очень неплохо оправдывает, и если вдруг вы очень рьяный коллекционер, вы можете себя убеждать, что это такой ретро-комик с соответствующим визуальным стилем, ну и поэтому у него обложка и формат соответствующие. Если говорить о недостатках, помимо уже упомянутого переплета, можно, ну, про переплет сказать нельзя, потому что это не тоненькая книжка, она здоровая и плотная, будь у нее жесткий корешок, плюсов было бы гораздо больше. Но, нельзя не отметить достоинства Камильфо издательства, поскольку Черная Вдова персонаж не очень популярный в Марвел, если мы говорим о Мстителях, не самый известный, скажем так, член этой команды, и тот факт, что про нее выпустили такую здоровую книженцию на отечественный рынок не может не радовать. Также стоит отметить на то, что комикс упирает на баланс между историей, между экшеном и долей клюквы, но клюква в данном случае это как такая приятная наливка какая-то, то есть она не бесит, как в некоторых фильмах. Это скорее, ну, я не знаю, фишечка Черной Вдовы, потому что все, с чем она работает, все, с чем она связана, имеет такой оттенок России. Это какие-то контрастные шутки, это какие-то пароли, там, дружба, это странный акцент. Ну, в общем, то, как Россию воспринимал американский обыватель времен Холодной войны или воспринимает по некоторым агиткам сейчас. Сам комикс определенно заслуживает прочтение, он красивый, он эффектный, поэтому если у вас есть желание ознакомиться с чем-то таким, чтобы и отдохнуть, и вроде как какую-то историю из этого вынести, значимую для вселенной, это определенно ваш выбор. От таких тем, значительно более напряженных, загадочных, связанных с кровью, взрывами, убийствами, мы переходим к теме куда более позитивной, более радостной, мы переходим к нашей рубрике, посвященной настолкам. А в нашей рубрике, посвященной настолкам, уже третью неделю идет повесть о прекрасных жителях чудесной долины Эверделл. В данном случае мы поговорим про одно большое дополнение и дополнение поменьше. Цвет настроения зеленый, как у наступающей чудесной весны. Итак, в нашем распоряжении сегодня два дополнения, одно маленькое расширение класса Deluxe для оригинальной игры и полноценное дополнение фестиваль. Но для начала поговорим о фестивале, для понимания мы, как всегда, принесли оригинальное поле, оригинальное древо, и за ним теперь появляется дополнительная локация, на которой мы можем мало того, что обменивать ресурсы, то есть заниматься торговлей на рынке, попытаться принять участие в семи событиях для первенства в той или иной номинации. То есть мы можем стать самым главным архитектором, самым главным по туризму, по красоте, по наследию, по земледелию, по количеству зверюшек или по порядку, то есть по типам карт, которые у нас есть. Также увеличивается максимальное число возможных игроков, что определенно плюс, потому что дополнение делает обязательным к покупке себя, из-за того, что в оригинальную игру таким большим числом людей не поиграешь. Также здесь появляются сразу две новых фракции, это кардиналы и это лягушки. И надо сразу оговориться, что с этого дополнения все фигурки, которые появляются, начинают иметь смысл не только с точки зрения красивого дизайна, в духе «я хочу поиграть за лягушат, а я за каких-нибудь птенчиков». У каждой фракции появляется своя особенность. Например, те же кардиналы, далеко не будем отходить. Их классовая особенность — это разведчики. Предел руки увеличен на два, то есть максимальное количество карт, которые вы держите, увеличивается, что определенно плюс для каких-то долгоиграющих комбинаций. И всякий раз, когда вы должны взять любое количество карт, вы можете взять дополнительную из колоды. Ну и, допустим, сразу посмотрим лягушек, чтобы далеко не уходить и отталкиваться от имеющихся по дополнению. Жабы. Они у нас умелые садоводы. Когда вы разыгрываете что-то напоминающее ферму, то можете сбросить одну карту, чтобы применить свойства этой карты дважды. Это определенно бонус, поскольку эти карты срабатывают каждую весну и каждую осень. То есть для какого-то экономического рывка это будет очень полезным подспорьем. В дополнение, про которое мы поговорим еще чуть позже, в «Золото долины» появляются еще и очаровательные крысята. У них тоже есть фигурки. И для всех-всех-всех-всех фигурок непосредственно в дополнение «Фестиваль» появляются специальные планшеты, которые еще раз позволяют нам напомнить о том, что игра очень сильно похожа на такую эволюционно развившуюся 100 тысяч лет до нашей эры, поскольку здесь тоже есть планшеты, куда вы можете ставить своих усталых работников после трудового дня. Также множество мелких компонентов для торговли, для обмена ресурсами, которые делают более комплексную оригинальную игру. И от этого мы плавно переходим к расширению оригинала с точки зрения карт, поскольку здесь все-таки больше жетонов и фрагментов поля, а карты появляются в «Золоте долины». Здесь появляется, собственно, то самое золото, прекрасно звенящие и прекрасно дразнящие, поблескивающие монетки. Появляются новые зверьки, в данном случае это крысята, и появляются новые карты. Мало того, что это три комбинации, допустим, «Фуджилист» и «Фуджельный стадион», это местные спортсмены, получается киоск с его прекрасной птичкой, и карнавал с очаровательным жонглером-енотом. Все они находятся в нескольких экземплярах, поэтому, если вы будете играть в достаточно большой кампании, у вас будет шанс всем построить эти синергирующие постройки. Также, также заселить в них жителей, но не только обычными картами едины. Здесь есть и промо-карты, в данном случае это пять легендарных постройок и пять их обитателей. Они отмечены специальным цветом и дают соответствующие бонусы в финале. Это мост, рынок Макгрегора, это опера, это серебряный родник и желудь. Ну и, соответственно, зверьки его населяющие. То есть, в данном случае это Провидец, это По, это Амилосиятельный, Кир Ветробой и Фин Благородный. Эти карты призваны разнообразить игру на ее начальном этапе, и для уже испытанных умелых игроков повысить уровень сложности в борьбе за победные очки, так как с учетом дополнений в фестиваль, с учетом предыдущих двух дополнений, в несколько более холодной стилистике. Это ручей и это острые хребты. Способов победить и способов переиграть на долгой дистанции противников появляется гораздо больше. Однако приятно видеть, что несмотря на то, что игра построена на вариативном противостоянии, кто больше соберет ресурсов, кто быстрее выстроится, несмотря на обилие возможностей, обилие фракций, сама по себе риторика игры не уходит в какую-то агрессивную, то есть тон у этого вашего противостояния все равно дружеский, вы все равно все живете в этой долине, все зверята трудятся на благо общей коммуны, и поэтому, несмотря на то, что гораздо сильнее у вас появляется соблазн как-то победить противника, здесь вы можете все-таки играть с семьей и не расториться по итогу игры, чего не скажешь, например, о той же Монополе или Мачкине. На этом наша рубрика подходит к концу. Я скажу больше, на этом повествование про Everdell тоже обрывается, поскольку два оставшихся крупных дополнения пока еще не локализованы на отечественном рынке, но я вам обещаю, как только они появятся, они появятся и в нашей рубрике, и мы о них обязательно поговорим. А на этом наша настольная рубрика на сегодня заканчивается. А на этом у нас сегодня все, но не переживай, через неделю мы, как и всегда, вернемся с кипой новостей, а также с новой книжкой, ну и, конечно же, новой настольной игрой. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова